Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет большой гид по верхней одежде на весну. Хочу, чтобы все было в одном месте, для вас удобно. Посмотрим картинки, что стоит взять и так далее. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь и поехали. Не забывайте о том, что сейчас у вас осталась всего лишь неделя, чтобы вы успели попасть на третий поток моего курса «Стиль для себя» со скидкой 50% через анкету предзаписи, которая есть в описании к этому видео. Что мы делаем на курсе? На курсе мы изучаем в первую очередь то, что вы хотите получить от своего стиля с точки зрения вашей индивидуальности и с точки зрения ваших внутренних ощущений. И уже только потом изучаем детали фигуру, рост, цвета, внешность, форму лица и так далее. То есть мы все очень подробно обсуждаем на курсе. Самое главное, что этот курс веду я полностью сама, домашки ваши проверяю, я даю вам их тоже. Я в чате отвечаю только. Я не какие-то рандомы, кураторы, какие-то странные люди, которых вы не знаете. То есть на курсе буду именно я с вами на протяжении восьми недель. Кстати, вот программа нашего курса. У нас восемь модулей и дополнительные файлы, которые идут не в формате видео. Вы сможете сохранить себе навсегда и пользоваться ими как шпаргалками. Короче, огромное количество плюшек. Кстати, вот результаты некоторых моих учениц. Надеюсь, что у вас получится также, если будете ответственно подходить к прохождению курса. Анкету предзаписи оставляю вам по ссылке в описании. Вы ее заполняете и менеджер с вами свяжется в ближайшее время и расскажет вам про тарифы и вообще на любые ваши вопросы ответит. Поэтому переходите, записывайтесь. У нас курс стартует в начале марта. Всех очень жду, если хотите изменить свой стиль и свой имидж. Наконец-таки понять свое тело и что вам подходит. Не париться о том, что вам нечего надеть. Это отличный вариантик вложиться в себя. Тем более, что у нас очень ламповая атмосфера и очень дружеская. Такая же, как в наших видосах. Ничего супер строгого я там не задаю, не делаю. Так что приходите обязательно. Мы еще, кстати, делаем постоянно созвоны на курсе, отвечая на ваши вопросы, показываем все картинки какие-нибудь. Короче, мы офигенно проводим время. В общем, анкета по ссылке в описании. Ну, а мы с вами начинаем. Первое, о чем хочу поговорить из верхней одежды. Это то, о чем меня постоянно спрашивают. И я специально снимаю это видео, потому что получаю огромное количество вопросов по поводу тех или иных вещей. Актуальны ли сейчас тренчи? Как долго они еще будут актуальны? Можно ли их покупать? И мне всегда казалось, что ответ абсолютно очевиден. Тренчи — это база, это такая классика, которую можно брать, естественно, и носить долгие-долгие годы. Так вот, если говорить про тренчи, что же конкретно стоит взять вот такое, что будет работать постоянно у вас в ваших луках? И это будет такая вещь вне времени. Это, конечно же, классический тренч. Вот тот самый бежевый тренч, но не обязательно он должен быть в бежевом оттенке. Он может быть и черный, и так далее. То есть это такая обычная плащевая ткань. И это классический самый вариант тренча. Естественно, он должен быть оверсайзный. Он не должен сидеть по фигуре. Должно быть пространство между этим тренчем и вашим телом, чтобы вы могли создавать многослойность, чтобы вам было в этом комфортно и удобно ходить. Но и в целом актуальный силуэт верхней одежды сейчас в любом случае оверсайзный. Далее, что еще можно сказать про тренчи? Это, конечно же, кожаные тренчи. И кожа у нас тоже в базу проникла уже очень давно, и любые кожаные вещи мы можем брать и носить долгие годы. Легко протирать, ничего не надо стирать. Вот тренчи длинные, если брать на весну, когда слякать, да и на осень в том числе. Кожаный тренч — это самый классный вариант. Вот черный, на мой взгляд, подойдет практически каждому под любой гардероб. Вы можете дополнять этот тренч аксессуарами. То есть кожа — это не что-то агрессивное на сегодняшний день, это вполне себе такая же база, как и все, что вы обычно считаете базой. Типа куртки, джинсовки, об этом мы тоже с вами поговорим подробнее далее в видео. Так вот, тренчи — это первый самый топовый must-have, который я рекомендую вам иметь в своем гардеробе, потому что длинная верхняя одежда, она подходит под большее количество луков. То есть она подходит и под джинсы любой длины, и под брюки, и под юбки любой длины, в то время как, например, короткая верхняя одежда, косухи и так далее, они все-таки требуют каких-то навыков сочетания другой одежды с ними. Длинная одежда не требует, поэтому если у вас есть такая проблема, вам нужна универсальная вещь, которая будет сочетаться абсолютно со всем — это, конечно же, тренч. Вообще весной мы обновляем гардероб, потому что хотим этих обновлений гораздо больше, устаем от холода, серости, хочется добавить ярких красок в жизнь, сменить имидж, сменить гардероб и даже завести себе новое хобби. Поэтому марафон видео на весеннюю тематику мы начинаем с вами заранее, еще зимой, и эту весну я решила посвятить себе и больше времени уделять заботе о своем обновлении. Обычно я просто не даю себе выдохнуть, расслабиться, много времени трачу на создание контента, много времени трачу на ведение курса по стилю, который, как вы знаете, я веду полностью сама, и, в общем, рабочие процессы меня ни на минуту не отпускают. И я решила, что нужно наконец-таки выделить время для себя и для отдыха. И самый лучший способ для меня отключить голову — это спа-процедуры, особенно массажи. После них чувствуешь себя как раз обновленным, и тело как будто бы выходит из напряжения. Самый простой способ находить спа-процедуры — это абонемент от FitMost. Это мой must-have. Смотрите, заходим в приложение, ищем, что нам нужно. Мне нужны массажи. Вот тут выбираем студию. Расписание, кстати, прямо в приложении, это очень удобно. Поэтому выбираю удобное для себя время, записываюсь, и все, собственно. Кстати, тут еще есть другие возможности отдохнуть и позаниматься спортом. Сейчас вам все покажу. Например, вот тут есть йога, есть пилатес, даже бассейн, и можно записаться на бровки прямо в приложении. Ну, это просто какое-то чудо. Я вот уже сгоняла на первый сеанс массажа. Студия была очень приятная, чистенькая, такая минималистичная, все, как я люблю. То есть атмосфера создает настроение. А мастер, если честно, лучше реально на моей памяти, потому что промять сильно, но без боли, без синяков не каждый может. Поэтому я это оценила. Мои ноги, если честно, как будто бы вообще не были расслаблены никогда до этого сеанса. И курс этих массажей — это лучшее, что я подарю себе к весне. Так сказать, обновлюсь, задышу по-новому, и вам тоже советую найти время для себя. Тем более, что с моим промокодом FLAV вы его сейчас видите на экране. Я вам его в описании продублирую. У вас будет скидка 15% на 3 месяца подписки. Поэтому переходите в приложение по ссылке в описании, либо по QR-коду на экране и используйте мой промокод при покупке. Считайте, что это знак, что это весной. Наконец-таки нужно полностью обновиться и начать отдыхать качественно и в удовольствии. Следующее — это, конечно же, эко-мех. Меховые вещи. Весной мы тоже можем их носить, только это будут более легкие варианты. Например, один из таких вариантов — это такое полупальто укороченное из эко-меха. Оно достаточно легкое для того, чтобы носить его весной, когда уже будет тепло. Это прекрасно будет вписываться в ваши образы, потому что оно еще и яркое, и в нем весеннее сочетание цветов. Это, кстати, пальто от бренда Only Me. Я вас уже с ними знакомила. Бренд существует уже больше 10 лет и стал известен как раз-таки благодаря изделиям из эко-меха. Вот у меня есть два потрясающих изделия из новой коллекции. Это вот это полупальто. Оно просто шикарное, супер весеннее, безумно мягкое. Посмотрите на качество этого меха. Ну, это какой-то восторг. Я вообще фанатка бренда Only Me и их шуб, потому что у меня уже не первое изделие. От них они носятся просто шикарно. Собственно, весенние изделия также для вас будут комфортными. Еще у меня есть вот такой вот бомбер. Это такая куртка, и она как раз-таки трансформер, потому что она двусторонняя. Например, если на улице какой-то дождик или, я не знаю, мокрый какой-то снег в начале весны, то вы можете надеть его той стороной, которая абсолютно никак не промокнет. И потом, если у вас будет настроение еще поносить мех, создать какой-то более элегантный образ с этой курткой, то вы можете перевернуть ее наизнанку, вывернуть, так сказать. Это вторая сторона у него меховая. Он тоже безумно мягкий, приятный и не такой толстый, как, например, их шубы на зиму. Для весны это идеальный просто must-have. Тем более, что у него даже есть капюшон, который отстегивается. Например, с капюшоном более расслабленные образы. Без него более элегантные получатся. Ну, конечно, про качество я уже не говорю, потому что у Only Me действительно изделие на высшем уровне. Ну и для тех, кто хочет закончить свою зиму стильно, посмотрите, какой у меня еще есть один топовый вариант. Это просто та вещь, на которую все всегда обращают внимание, все спрашивают, откуда эта потрясающая шуба, потому что эта шуба в винтажном стиле, она с длинным мехом. Шуба действительно теплая. Я ее ношу уже, наверное, ну, наверное, практически месяц, и в ней абсолютно не холодно в любую погоду, потому что она никак не продувается ветром. Это самое важное. В общем, у них потрясающая новая весенняя коллекция. Посмотрите некоторые варианты, какие есть яркие, классные шубы, полупальто, бомберы, даже тренчи есть, в том числе и кожаные. И в своих коллекциях Only Me использует только этичные материалы. Это эко-кожа, эко-мех, также переработанный хлопок. А сейчас у них проходит крупный сейл. Можно купить изделие от 7000 рублей, тем более, что изделие из весенней коллекции тоже есть на сейле. Ну и зима у нас долгая, и зима будет не раз, поэтому, например, какую-то классную шубу вы можете сейчас со скидкой купить, и в следующем году она все еще будет актуальна, потому что эко-мех у нас на пике долго, и все еще будет оставаться популярным. И сейчас, помимо всего прочего, у них действуют скидки на модели плюс сайз, что тоже не может не радовать. А у меня для вас есть промокод, который вы сейчас видите на экране. Я вам его в описании продублирую. Он дает вам скидку 10% на всю новую коллекцию в Only Me. Ссылочки на те изделия, которые я вам показывала, оставляю в описании. И промокод действует как офлайн, так и онлайн. В общем, переходите, смотрите, изделия у них правда шикарные. Следующее, что я рекомендую вам взять, это, конечно же, бомберы. И бомберы стали действительно базой за последние несколько лет, и я их рекомендую покупать. Но здесь нужно, конечно же, обратить внимание на оверсайзные модели, объемные силуэты, как и вообще. Если мы говорим про любую верхнюю одежду, на это стоит обращать внимание. Здесь про бомберы стоит сказать, что они могут быть абсолютно легенькими, как ветровочки, то есть без какого-либо утеплителя. Так они могут быть утепленные на раннюю весну, и, конечно же, они могут быть кожаные, что тоже является универсальным вариантом. И кожа, она как раз-таки больше подходит на такой демисезонный период, которого у нас больше всего, потому что кожа достаточно теплая, и ее можно дольше носить и в теплую и в холодную погоду. В общем-то, рекомендую. Бомберы — это один из классных вариантов для тех, кто любит расслабленные луки, для тех, кто чаще ходит в джоггерах, в широких джинсах, в каких-то трениках, для тех, кто вообще в целом любит оверсайзные вещи, для тех, кто любит расслабленные силуэты, то есть такие неклассические образы. Вот это для вас станет must-have, потому что все-таки бомбер с чем-то суперэлегантным сочетать сложно, если ты не имеешь каких-то определенных навыков еще пока что. Кстати, если вы хотите их заиметь, жду вас на курсе, мы говорим про классные стильные приемы, естественно, все это обсуждаем, так что у нас очень весело и полезно. Так вот, бомбер я бы рекомендовала в какие-то расслабленные луки интегрировать и, конечно же, сочетать с такими же какими-то оверсайзными, простыми, повседневными вещами. Следующее — это пальто. И здесь у нас будет множество вариантов. Мы с вами уже говорили, например, про пальто из эко-меха, сейчас с вами только недавно обсуждали. Так вот, есть еще несколько вариантов, которые в целом будут работать в вашем гардеробе всегда. Такие вещи вне времени — это пальто, халат, таким образом выглядит, подойдет на любой тип фигуры. То есть, это такое универсальное пальто, если вы не знаете, как выбрать пальто под свой рост, под свой тип фигуры, но хотите все-таки какое-то пальто взять, чтобы в нем было удобно, комфортно. Это пальто-халат оверсайзного силуэта, естественно. Далее у нас пальто четкого силуэта. Это когда у нас есть вточные рукава, есть четко очерченные плечи, это не спущенный рукав, как у пальто-халата. И чаще такие пальто идут прямого кроя. Что делает любые образы, в которые вы его интегрируете, более элегантными, более классическими. Такой стиль минимализм получается с этими пальто, такой дорогой минимализм, потому что обычно как раз-таки в минимализме мы можем играть на каких-то силуэтах, и это практически все, как мы можем разнообразить образы в минимализме. Так вот, такое пальто будет отличным вариантом для тех, кто любит минимализм, и для тех, кто хочет добавить какой-то статусности, какой-то строгости своим весенним образом. Но, тем не менее, даже такое классическое, структурированное, четкое пальто можно вписывать и в расслабленные образы, просто нужно делать это грамотно, со знанием силуэтов, с которыми вы его сочетаете. Далее, это пальто по крою рубашка. Оно не обязательно должно быть коротким, оно может быть и длинным, просто это будет такая, по сути, у вас длинная, плотная рубашка. И такое пальто может быть как однотонным, так и клетчатым. Здесь, ну, единственное, что его определяет, это крой. И оно идет свободного силуэта, спущенный рукав. Опять же, подойдет для тех, кто любит какую-то расслабленность в повседневных образах. И я бы не сказала, что это пальто выглядит как-то супер элегантно или как-то строго, очень женственно, но оно подойдет, определенно, для тех, кто любит комфорт. Тоже универсальный вариант. Ну, еще одно, это укороченное пальто по типу жакета. Чаще всего, даже в последнее время, такие пальто и называют пальто-жакеты, просто утепляют жакеты шерстяные, делают какую-то подкладку, и получается такое достаточно удобное пальто для тех, кто часто передвигается на транспорте, для тех, кто не любит длинную одежду верхнюю, что это неудобно, например, в машине, там, если вы часто ездите на такси, там, на метро. Кому-то длинная одежда, она не совсем удобна. Так вот, такой вариант, тоже, конечно же, оверсайзный, станет для вас палочкой-выручалочкой в любых ситуациях. Тем более, что укороченное пальто, это не куртка, его вполне можно сочетать с какими-то женственными вещами по типу платьев, юбок и так далее. Единственное, что здесь нужно обращать внимание на длину вещей, которые будут выглядывать из-под этого пальто. Следующее, это дутые объемные жилеты. Здесь много говорить не будем, потому что, но особенно много здесь сказать нельзя. Опять же, жилетка должна быть объемная, она, кстати, может быть у вас и приталенная поясом для тех, кто любит как-то очерчивать особенно сильно свою талию. Для вас этот вариант подойдет, но жилетка, конечно же, такая впишется только в какие-то более спортивные образы, либо в образы с джинсами. Возможно, сочетать с платьями, возможно, сочетать с юбками, но, опять же, здесь все должно быть четко продумано, как конкретно вы это делаете, чтобы это просто не выглядело так, что вы сочетаете две странные вещи вместе. Какое-то женственное вечернее платье и жилетку. Ну, то есть, конечно, с вечерним платьем мы жилетку дутую не надеваем, но вот с каким-то таким повседневным базовым платьем, свитером, например, это вполне может сочетаться. Поэтому тоже вариант для тех, кто любит комфорт. Далее у нас цветная одежда. Тоже вопрос, который стоит в последнее время острым. Меня почему-то все время спрашивают, а вот актуально ли взять красное пальто или синее пальто, или зеленое, например, или куртку какую-то, или, например, тренчезы к коже розовый. Я всегда отвечаю на этот вопрос так, что нужно знать ваш гардероб, ваши запросы, что вы вообще любите, подходит ли это к тому, чтобы достичь той цели, которую вы пытаетесь добиться своим гардеробом. То есть, здесь однозначно ответить нельзя, нужно ли вам цветное пальто, или цветная куртка, или цветной бомбер. Но определенно цветная верхняя одежда тоже будет долго работать в вашем гардеробе, потому что цвет позиций не сдает. Здесь нужно понимать только, что конкретно вам подходит. Об этом мы, кстати, тоже говорим на курсе, как подобрать цвета себе, нужно ли вообще их носить, или можно обойтись охроматами и так далее. Но вот цветная верхняя одежда, любые абсолютно элементы гардероба, неважно, будь то бомбер, куртка, жилетка, пальто, тренч, они сейчас актуальны и еще долго будут актуальны. Далее, джинсовки. И здесь нужно сразу же просто показать примеры. Вот такие джинсовки, коротенькие, маленькие, облегающие, не достаточно длинные, мы не берем. Если все-таки вы хотите взять укороченную джинсовку, она все равно должна быть свободная, объемная и оверсайзная. То же самое касается и джинсовки полной длины, не укороченной. Здесь то же самое, что с любой верхней одеждой. Это как второй слой, как жакет, который вы надеваете, как пальто и так далее. То есть, эта вещь тоже должна быть объемной. Я считаю, это верхняя одежда, потому что чаще всего мы джинсовки как бы носим на улицу в качестве каких-то ветровок, уже когда совсем-совсем теплая весна. Так вот, джинсовки просто должны быть объемными. Неважно, какого она будет цвета, какого цвета будет деним. Он может быть крашеный, даже цветной, здесь абсолютно не имеет значения. Большое значение имеет силуэт. И вот в вопросе выбора верхней одежды — это действительно одно из самых важных. Если вещь неправильного силуэта, неважно, из какой она сделана шикарной ткани, из какого супердорогого кашемира ваше пальто, если оно не современное по силуэту, оно не будет работать в вашем гардеробе стильно, естественно. Следующее — это косухи. Тоже почему-то меня постоянно спрашивают, актуальны ли косухи. Для меня этот вопрос казался абсолютно очевидным. Косухи — это база. База всех баз. Вот даже все то, что мы обсуждали с вами выше. Прям такая, может быть, не совсем стабильная база для некоторых, но вот косухи — это прям то, что всегда все носили. И если мы говорим про классические варианты вот таких вот косух, которые, естественно, скроены по косой, почему они так называются, то это вот то, что стоит брать. Это самый простой, самый понятный для всех вариант. Они, кстати, могут быть даже цветными тоже. Но, опять же, мы здесь возвращаемся к вопросу о том, что это должна быть оверсайзная вещь. Естественно, сейчас есть другие варианты, которые вы тоже можете приобрести. Это винтажная кожаная куртка. Она такая потертая, с грубой-грубой кожи. Силуэт у нее абсолютно будет не такой, как у косухи. Она больше будет похожа на бомбер. Такая дедовская куртка. Мы с вами об этом тоже говорили в трендах. Это как вариант для тех, у кого уже есть обычная косуха, но хочется какого-то разнообразия, какой-то дерзости. Далее это куртка мотоциклетная. Тоже для тех, у кого не хватает какого-то разнообразия, но хочется что-то попробовать интересное. Это все будут базовые вещи. Просто вопрос в том, как часто вы будете их носить. Потому что все-таки, если вот такую косуху, она как бы вообще и в пир, и в мир, и в добрые люди, то вот винтажная куртка и вот такая мотоциклетная куртка, опять же, требует каких-то навыков в том, чтобы это сочетать, миксовать стили. Но хотя, в целом, с простыми джинсами, с рубашками, с топами, с джоггерами вы это всегда сможете надеть. То есть здесь не нужно будет заморачиваться. Так что, как вариант, присмотритесь. Далее, куртка-рубашка. Она может быть также стеганой. И я сейчас говорю именно про варианты не текстильные, вот такие мягкие, да, как будто бы какие-то замшевые, либо фланелевые вот эти вот толстые куртки-рубашки. Особенно в клеточку такие были раньше популярны. Немножко уже такой, ну, знаете, надоевший всем вариант. Поэтому я рекомендую такие вот вполне себе чуть-чуть утепленные, может быть, на каком-то легком синтампончике стеганые куртки-рубашки. Тоже для тех, кто хочет какой-то комфортной расслабленности, какого-то простого, понятного образа на каждый день. Это подойдет, кстати, очень хорошо для тех, кто ведет активный образ жизни, кто гуляет с ребенком. Так же, как жилетка, только менее толстая и с рукавами. Ну и последнее на сегодня, конечно же, это стеганое пальто. Опять же, удобно, потому что его легко стирать, в отличие от обычного пальто шерстяного. Легко стирать, в машинку закинул, все, потому что у нас достаточно мало находятся наполнители в стеганых пальто, потому что они достаточно легкие. И очень-очень мелкая стежка. Не нужно его даже разбивать будет после стирки, как пуховик какой-то объемный. Поэтому вещь достаточно удобная в уходе. Поэтому, если вы хотите что-то длинное, но вот вам впадал таскать свое пальто в химчистку, и вы думаете, что же делать, то вот стеганое пальто, один из вариантов. Стеганое пальто, они скроены, как обычное пальто, просто в уходе менее прихотливые, и для кого-то это будет прям решающим фактором, что конкретно взять. Они могут быть также цветными, могут быть в базовых, нейтральных каких-то оттенках, но тем не менее, опять же, мы смотрим на оверсайзный силуэт и на крой. Я бы рекомендовала стеганое пальто, конечно же, с английским воротником, такой откидной воротник, что удобно. Можно его закрыть, как у обычного пальто, можно раскрыть. То есть, это просто универсальный, такой классический крой верхней одежды, поэтому рекомендую обратить внимание. Ну, а на этом все. Мне надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Если так, то обязательно поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описании, там много полезных ссылок на полезнейшие, классные продукты, которые я вам рекомендую, и увидимся очень скоро. Всем пока-пока!